Белорусская транспортная неделя Уже здесь наблюдается ажиотаж Людей очень много И нам посчастливилось застать на стенде Skyway Основателя технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого Добрый день, Анатолий Эдуардович Добрый день, не лукавьте Вы не застали, вы знали, что я здесь И я на открытии выставки должен был присутствовать Я действительно не был уверен, что вы здесь будете Потому что в Берлине вас не было У вас есть более важные дела Которыми вы заняты в основном в экотехнопарке Что все-таки заставило вас Почтить своим вниманием Белорусскую выставку, в отличие от немецкой Не надо таких громких слов Германия далеко И туда надо было ехать на неделю Вообще-то на выставке должны присутствовать Не руководители предприятия, а стендисты Они должны рассказывать, показывать Об экспонатах И у нас сейчас серьезная работа идет Идет стройка И самый ответственный этап Это монтаж путевой структуры Для двух трасс И поэтому, естественно, я занят Ну, можно сказать, круглые сутки На этой работе Ну, а в Нинске мы находимся рядом Поэтому не заехать И не видеть наше детище Мое детище Ну, я не мог Тем более, что сегодня будут члены правительства Я хочу тоже им рассказать о проекте Расскажите, пожалуйста Что мы представляем на выставке Ну, две машины Причем полноценные Это промышленные образцы Они некие макеты Из фанеры, как наши недоброзватели говорят Это машины, которые полностью укомплектованы И здесь есть ходовая часть Есть рама, есть салон Есть автоматизированная система управления Есть стыковочные узлы Есть даже, вот тут кусочек Покажем, в путевой структуре В масштабе один к одному И можно посмотреть Какой будет путевая структура Она очень будет компактна Это городской юнибус Он 14-местный На самом деле Он 25-местный Если взять нормативы Общественного транспорта Российского или Белорусского Где метро, например, 8 человек на квадратный метр Поэтому, если из этих нормативов сходить Где 25 человек должно перевозиться А мы взяли нормативы организации обидных наций Где 3 человека на квадратный метр Поэтому мы 14-местный То есть мы будем фиксировать нашу технологию По самым жестким мероприятиям? Да, я всегда говорил, что Мы из каждого требования Таких Педовых стран Как, допустим, США Россия Страны Европейского Союза Белоруссия Организация обидных наций Из каждого норматива Берем самый жесткий норматив Ну, допустим, по безопасности По электробезопасности По шуму По уместимости, да? И из этих жестких самых нормативов Проактируем машину Поэтому она будет сертифицирована Этифицирована в любой стране Я охотно поверю в это Потому что в Берлине мы провели эксперимент Вместо 14 человек Вошло 17 И оставалось еще достаточно много места Да, да, да Вы это подтверждаете, так? Здесь будет пол в пол Ну, здесь поэтому сделаны ступеньки На самом деле перрон будет На одном уровне И поэтому здесь может и Инвалид-колясочник Спокойно въехать И здесь не будет перепада высот И для него тоже присмотрим здесь место Антон Эдуардович Часто инвесторы спрашивают Обсуждают Чтобы снять все вопросы Расскажите, в чем инновационность пола в Юнибусе? Кроме того, что там травка Какие-то бабочки, стрекозы Да, ну, во-первых, он красивый пол, да? Безусловно И в этом тоже инновационность Потому что это земля Мы ходим по земле При этом мы не разрушаем Потому что там прозрачный слой И даже бабочки Мы их не топчем, так? Ну да, после недели Берлина Смотр как новый И инновационность не в этом На самом деле Пол это сэндвич-панель Высокопрочная То есть пол является Как бы плитой Высокопрочной Которую выдержит, в принципе, слона Кстати, был случай В Германии Когда построили в Випертале Первому на рейсу дорогу Еще построили в конце 19-го века Там было две аварийные ситуации Один раз забыли гаечный ключ На пути А второй раз решили Перевезти слоненка Из зоопарка куда-то И когда его везли На речку он проломил пол И выпал в реку И остался жив Да? Поэтому прочность пола Она существенная Для транспорта второго уровня Поэтому это пол высокопрочный А я слышал, что он даже с подогревом Да И это вот И это второе Вине третье Что является национальным Значит, греть надо У нас же зима бывает И бывает холодно Поэтому здесь должен быть Климат-контроль Да? И обогрев И поэтому лучше всего греть пол И поэтому здесь Да, в верхнем слое Там электрообогрев А внизу тебе произоляция Чтобы не гдеть улицу Вот все это в комплексе Является как бы инновационным Спасибо большое Что вы расскажете О других образцах Мы точно видим здесь юнибайк Да, точно мы видим юнибайк Это прогулочная машина Где можно и фитнесом заниматься Вот мы видим Что один из наших инвесторов Крутит велогенератор Правда он несколько вял Это делает В данный момент он инвестирует Свою физическую силу в наш проект Не, ну надо если бы он был Как бы более интенсивно крутил То я вот на этой бы энергии Можно было развивать скорость 60 км в час Но скорость вообще расчетная Юнибайка 150 км в час И остальную энергию дают аккумуляторы Поэтому фактически тот, кто крутит педалем Заряжает аккумуляторы А аккумуляторы уже потом Запитывают привод А привод, работа привода регулируется Автоматизированной системой управления Поэтому юнибайки едут все по трассе С расчетной скоростью Не зависит от того Крутит кто-то педаль или не крутит Иначе не будет логистики И будет небезопасно Спасибо большое Скажите пожалуйста Какие вообще варианты исполнения юнибайков есть? Я слышал, что бывает трехместный С различными вариантами Педальных узлов В количестве вам точнее Мы здесь представляем явно двухместный С одним педальным узлом Да, может два Может без них быть Может быть одноместный Может быть и четырехместный Там целая линейка Но я хотел бы обратить внимание Вот на другой факт На экономичность, эффективность Вот если перевести Электрическую энергию в топливо То юнибай при скорости 100 км в час Будет потреблять 0,6-0,7 литра На 100 км в пути Вот что самое главное в этой машине То есть это Ну даже мопеды Более многозатратные То есть даже без работы ногами Даже без педаль Нет, это не важно Это количество энергии Которое нужно для движения Со скоростью 100 км в час 100 км в пути Он проедет на аквуаленте 0,7 литра топлива А эта машина Это аналог автобуса 2,7 литра на 100 км в пути При скорости 100 км в час Это самый экономичный транспорт в мире Самый Аналог автобуса по вместимости Но не по Вместимости не по параметрам Безусловно Поэтому таких машин Нигде в мире нет Мы переживаем весь мир И если Допустим сравнить Это что же электромобиль Говорят Это не электромобиль А что же это Это полноценный электромобиль Сравните с Теслой С известным автомобилем Илона Маска Эффективность его В 10 раз примерно Выше По энергозатратам на движение В 10 раз Это порядок Спасибо большое за интервью Анатолий Эдуардович Уже собираются люди Вас ждут Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями новостей На официальном сайте Международной группы Компании Skyway По адресу rsv.defisystems.com Поддерживайте наш проект И тогда вы всегда будете В самой гуще инноваций Не зря же нас сюда пригласили Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем вам О разработках и внедрении Прорывных транспортных технологий В последнее время Мы в основном Информировали вас О премьере технологии Skyway На выставке в Берлине На Транс-2016 Где на суд мировой общественности Были представлены Образцы подвижного состава Skyway Действующая модель Путевой структуры Но что же делается С основной С настоящей путевой структурой Ответы на этот И на многие другие вопросы Мы сегодня постараемся Получить с помощью Главного технолога Закрытого акционерного общества Струнной технологии Виктора Рудковского Здравствуйте Здравствуйте Вот рояль в кустах Очень кстати оказался Расскажите Что это такое И где мы с вами сегодня находимся Находимся мы на предприятии ОАО Строитель Прогресс Наш основной подрядчик По всему этому действию По всей металлоконструкции Как для высокоскоростного транспорта Так и для легкой транспортной структуры Ранее мы уже были здесь Видели Секции Части и секции Сборной конструкции В общем Которую мы принимали И Совместно С представителями тоже нашей организации Это уже какой-то очередной промежуточный этап Как я понимаю Это скажем так Промежуточный этап Основных сборочно-сварочных работ Даже скажем так Финишный этап То есть то что мы видим Это по сути По сути вот то к чему мы стремились Все это время Там на офисе У нас На проспекте Дзержинска То есть проектируя эти вещи Это вот в общем-то результат В железе В металле В данном этапе Происходит сейчас Доработка Некоторых элементов Нюансов То есть Почему мы сюда и приехали Собственно Значит Составление контрольной карты замеров Которую делали и ранее В общем-то Здесь она более объемная Более обширная Дальше после этого этапа Значит Театр металлоконструкции Идет на заливку Раскостных вот элементов Раскостной решетки Спецбетоном Тоже испытание Которое мы проводили Ну и после чего По нанесению финичного покрытия Защитного И отгрузка на монтажную площадку Ну вот последовательность Как бы работа такая Спасибо большое Ну как мы понимаем Это не первая Не последняя Секция Я вижу Что здесь еще На территории предприятия В производственных площадях Находится очень много Других элементов Для следующих Секций Расскажите пожалуйста А что это такое Да Ну вот мы видели Секцию Секцию в сборе Вот это Один из элементов Скажем так Раскостная решетка Ветровые раскосы наши В общем то С вставленными туда Это она внизу Так да Вот она в данном случае внизу Но положение Значит скажем так Рабочее положение Это металлоконструкции Ну переверное То есть грубо говоря Получается Вот это Сейчас она находится Она в перевернутом положении Да Вот это вверх То есть вот это вот Это вот пояса Они же рельсы Для высокоскоростного транспорта Вот это вот для городского То есть ну Со стапеля было удобнее В общем то поставить Достать сейчас так На данном этапе Я думаю Собственного говоря Да Ну и если мы пройдем Немножко вперед Увидим Где в общем то мы собираем Все это Основной сборочно-сварочный стапель Скажем так То есть отсюда оно поступает На стапель Потом уже на финишную отделку Как я понимаю Туда Потом еще где-то там Заливается бетон Покраска Здесь мы Здесь мы в общем то делаем замеры Смотрим геометрию Делаем доработку Вставку технологических Роскосов перемычек Если это необходимо Ну какую-то доводку Финишную По части металла По части точности конструкции Сопоставившись Сертежами Имеющимися здесь Вот Дальше эта металлоконструкция Поступает на определенный участок Где идет подготовка К бетонированию Роскосов Основных наших Да Ну и собственно Цех Дроби струйки Окраски Всего остального Это сборочно-сваричный стапель Основной Здесь собирается такая же секция Которую мы видели Не секция А уже объемная Объемная ферма 12,5 метров Часть Готовая часть элемента Нашей структуры В общем то Ну Вот как-то так Все ясно Ну а здесь Как я понимаю Боковые части путевой структуры Боковые Соответственно А вот Как бы Верх Грубо говоря То есть Ну в технологии сборки Собираем сразу Левую и правую части Соответственно Смотрим Какая геометрия получается Дальше Выкладывается Левая часть Часть правая И вставляется Роскосная решетка Уже в общем металлоконструкцию Соответственно В структуре Общей оснастки Нашей всей Вы И пока мы И пока мы ожидаем Прораба Подрядной организации Я хочу Вам рассказать О том Неприметном Казалось бы Здании Временном Точнее Сооружении Которое Находится За моей спиной Несмотря на то Что нам Нельзя снимать Что происходит Там Внутри Я хочу Чтобы вы Все знали Там Творится История КОНЕЦ Мы вас уже Познакомили С тем Как обстоят Дела С изготовлением Путевой структуры Для Высокоскоростной Линии В силу Конструктивных Особенностей Там Большая часть Работы Проводится Под крышей В производственных Промышленных Условиях А что Касается Легкой Линии Для Юнибайков То здесь Большая часть Работы Проходит В экотехнопарке Где мы Сейчас с вами И находимся Мы Побеседуем С прорабом Организацией Которая Занимается Как раз таки Сборкой И последующим Монтажом Если не ошибаюсь Легкой И впоследствии Грузовой Транспортных Систем Добрый день Добрый день Представьтесь Пожалуйста Меня зовут Демидович Кирилл Производитель Работы УАО Промтехмонтаж Скажите На какой фазе Находится Монтаж Легкой путевой Структуры Skyway На данном Этапе Мы производим Укрупнительную Сборку Подвесного Пути Соответственно Сварочные Работы И Растяжка Самого Непосредственно Подвесного Пути На данный момент У нас Идет Сварка Производится В этой палатке Да Непосредственно Здесь Идет И Подготовительный Весь процесс Сварочный Процесс И зачистка Самого Подвесного Пути А потом Это каким-то Образом Вытягивается И все новые Новые Рельсы Можно так сказать Поступают сюда И Она Растет вдаль Вдаль Да Я смотрю Уже достаточно много Сделано По-моему Больше половины Больше половины Почти уже выполнено В соответствии Когда будет выполнен Непосредственно Весь Подвесной Путь Дальше Будет Производиться Затяжка Трассового Пути И его Моноличение Спасибо большое Но Насколько Я в курсе Уже И на Третьей Линии То есть На Грузовой Начинаются Работы То есть Все Три Транспортные Системы Монтируются Практически Одновременно На какой Стадии Грузовая Находится Сейчас Трасса На данный момент На прошлой неделе Поступили Металлоконструкции Погрузочной Линии Соответственно На сегодняшней Грузовой Линии Извиняюсь На данный момент У нас Производятся Все измерительные Работы Выверочные И На следующей неделе Мы приступим Непосредственно К монтажу Станции Натяжения Спасибо большое Подписывайтесь На наш канал YouTube Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Международной группе Компаний SkyWay По адресу RSV Defisystems.com Поддерживайте Наш проект И у вас Все в жизни Будет путем Строй SkyWay Спасай планету Здравствуйте Дорогие друзья Напишите пожалуйста Как меня видно Как слышно Замечательно Вязь хорошая Все видно Все слышно Начинаем Наш вебинар Вводный вебинар Давненько У нас их не было Это Азбука SkyWay Это Собственно Вебинар Начальный Во-первых Погружаться В наш проект SkyWay Потому что Действительно Глубины SkyWay Они Неизведаны До конца И каждый раз Те люди Кто развивается SkyWay Давно Погружаются Все глубже И не перестает Удивляться Тем технологическим Особенностям Тем Адресным проектам Которые появляются Которые были Которые Снова Возвращаются К истокам И Собственно Вот этот вебинар В первую очередь Направлен На тех вебинар Которые Начинают Свой SkyWay Давайте Пожалуйста Так Очень Тихо Раз-раз А сейчас Так У меня Наверное Почнируется На моем Буке Сейчас Хорошо Так Давайте Отрегулируем А сейчас Все Замечательно Тогда Начнем Пожалуйста Проголосуйте Дорогие друзья Кто присутствует В первый раз Кто присутствует Второй Третий раз Потому что Это действительно Очень важно Для нас Для того Чтобы понимать Сколько действительно Новичков У нас сегодня Присутствует Естественно Все ожидают В первую очередь Новостей Новости Действительно Будет И нам Есть что Рассказать Есть что Показать Так Друзья Давайте Проголосуем На опросник Искренне Надеемся Что На вводные Вебинары У нас Все-таки Присутствует Некоторое Количество Новичков Потому что В первую очередь Естественно Мы их до сих пор Проводим И тех людей Кто только Присоединяется Проекту Skyway Несколько недель Назад Так Присутствует Один человек И Тогда Вебинар Построим Таким образом Что Вкратце Расскажем Для тех Кто только Присоединился Основы Технологии Skyway И Плавно Перейдем Уже На Наши Новые Потому что На самом деле Сейчас Все сводится К тому Что Мы меньше Говорим То что Было Но Необходимо Помнить О том Что было Потому что С этого Все начиналось Начиналось Все С крауд Инвестинга Если говорить Про Начало 2013 Также Хотелось Чтобы Вообще С чего Начинался Skyway И Начинался Он Далеко Не со Струнного Транспорта Начинался Он С общепланетного Транспортного Средства Это Глобальное Инженерное Сложное Техническое Сооружение Основанное На Инженерной Технической Школе Анатолия Эдуардовича Юницкого И Собственно С этого Путь Skyway Путь Небесных Дорог И Начался И От Большего Системизировал Соответственно Общепланетное Транспортное Средство И Существующие Законы Аэродинамики Физики Сопротивление Механики Теоретическое Сопротивление Материалов Теоретической Механики И так далее И тому подобное И создал Действительно Уникальный Транспорт Который Все мы С вами Сегодня Продвигаем Кто Все мы С вами Это Более 500 тысяч Людей По Всему Земному Шару Кто Просто Наблюдает За проектом Кто Зарегистрированный Активно Развивает Проект Зарегистрированный В личном Кабинете Имею ввиду Наши Инвест Проводящие Системы И Вообще То Направление Которое Задал Анатолий Эдуардович Это Очень Правильный И Корректный Вектор На тот Момент Времени Да и На сегодняшний Абсолютно Понятно Путь Был Выбран Очень Своевременно И Действительно Это Был Крайний шаг Который Предпринял Анатолий Эдуардович Для Развития Технологии Skyway Но Дорогие Друзья Напоминаем Что Началось Все В конце 70-х Годов И Мы На следующих Вебинарах Я думаю Через Десяток Где-то Начнем Потихоньку Возвращаться К истокам И Вообще Что Происходило В конце 80-х Годов Потому что Недавно Общались С Анатоли Эдуардович И На самом деле Те мысли Которые На сегодняшний День Имеют Тренд В области Цифровых Валют И так далее И тому подобное Анатолий Эдуардович Тогда Выражал Свои предположения Таким образом Каким Это Должно Быть В современном Финансовом Мире И Мы можем Откровенно И честно Заявить Что Тот Человек Который Является Гениальным Ученым Изобретателем Инженером И Действительно Технарем В лучшем смысле Этого слова Может Создать И финансовую Систему И соответственно Наша Система Краудинвестинга Была Максимально Рассчитана И сегодня Мы Видим И убеждаемся В трудоспособности Этой системы И Уже Неумолимо Продвигаемся К нашей Общей цели Это Начало Капитализации И Начало Реализации Адресных Проектов За счет Которых Собственно И Будет Происходить Ответ На главный Вопрос А когда Будут Дивиденды Сколько И Собственно Сколько Будет Стоить Акции В будущем На этот Вопрос Точно Никто Вам Не даст Сейчас Ответа Но Даже Те факты Что В 2000 Годах Заинтересовался Технологии Лебедь Александр Иванович Заинтересовался Он не просто Так А после Общения С Сергеем Анатольевичем Сибиряковым Сейчас Заинтересовываются Все новые Новые Губернаторы И у нас Есть уже Первопроходцы Вице Губернатор И Собственно Область Которая является В России Первопроходцами Но В 2000 В 2000 Годах Дорогие Друзья Заинтересовался Именно Лебедь Александр Иванович И Понимая Актуальность Проекта Понимая Что Еще на тот Момент Необходимо Было Диверсифицировать Максимальную Экономику И слезать С нефтяной Иглы Лебедь Александр Иванович Предпринял Направление Именно Развитие Стратегии Скайвэй И Совершил Первые Транши Буквально После Общения Случайного Общения В самолете С Сибиряком Сергеем Анатольевичем Когда Сергей Анатольевич Являясь На тот момент Достаточно Серьезным Чиновником Объяснил Лебедю Александру Ивановичу Каким образом Вывести Россию В мировые Лидеры И каким образом Менее чем За 5 лет Достичь Увеличения ВВП Более чем 3-4 раза Это действительно Возможно И На конференции Которая у нас Будет проходить Общероссийская Конференция Даты Очень скоро Мы вам сообщим Как только Будет подтверждена Бронь зала И буквально Сегодня Мы общались С коллегами Членами Совета правления Skyway Capital Что Как раз таки Нужно заложить Логику Именно Общероссийской Конференции И действительно Дорогие друзья Русский прорыв Время пришло Те кто Только начинал Свой Путь В Skyway В 2014 Вспомните Все начиналось И мы Опять же По образу Подобию По натоптанной Дорожке По алгоритму Заданным Анатоли Эдуардовичем Юницким То есть От большего К меньшему Мы по спирали Также Возвращаемся В нашем Марафоне Развития Skyway К русскому К русскому Направлению Технологии И благо Что Есть Высшие Чиновники Кто Заинтересовался Технологией Об этом Более подробно Мы расскажем Вам Уже на Расширенном Технико-экономическом Вебинаре Но в 2009 Году Первый Технопарк В городе Озеры И вообще В 2001 Году Был заложен Нулевой Километр Это первый В истории Skyway И в истории На тот момент Еще струнных Технологий Нулевой Километр Чуть попозже Уже В 2014 Году Уже В 2015 Году Мы заложили Уже Нулевой Километр Новейшей Истории Skyway И сегодня Соответственно Мы видим Интерес Высших Чиновников К развитию Технологии Skyway Вы это Видели Все СМИ По статьям Которые Прошли По Иркутску По общению Которое Было На трансе С Вице-мэром Самары С Челябинской Областью С интересом В Иркутской Области Подачи Skyway Инвест Групп Одной из Инвест Проводящихся Тем Которые Также Сейчас Развивает Проект Skyway И Дорогие Друзья У всех Есть У нас Одна Цель Это Цель Чтобы Это Все Реализовалось Чтобы Начало Действительно Капитализироваться Самое Интересное Что Буквально С нескольких Людей Начался Краут Инвестинг И Действительно Сетевое Построение Корпорации Этот термин Сейчас Действительно Неудивителен И Он Является Часто Используемым Сегодня Нами Потому что Это Правильная Схема Выбора Развития Корпорации Skyway Международной Компании Skyway Именно Только С помощью Народного Финансирования Нам Удалось Оказать Финансирование Развитию Городского Пассажирского Транспорта Легкого Прогулочного Транспорта Причем Легкий Прогулочный Транспорт Как стратегия Появился Менее Года Назад С нуля Буквально За три Месяца Был Создан Подвижной Состав За три Месяца Вдумайтесь Дорогие Друзья Какие Вообще Компании Могут Похвастаться Такими Результатами Чтобы Действительно Машины Побросцы И не Какие-то Прототипы Рабочие Машины Сделать За такой Короткий Промежуток Времени Технологии Которые Несут Себе Множество Ноу-хау И которых Просто Нет На сегодняшний День На рынке И в мире То есть Мы Закладываем Зерно Транспорта Второго Уровня Дорогие Друзья И Собственно Международная Группа Компаний Skyway И мы Вместе С ней Мы Это те Кто Инвестирует В компанию Тот Кто Развивает Тот Кто Рассказывает О компании Буквально Каждый День Являемся Также Первопроходцами И Я могу Сказать Что Сегодняшние Стадии По сравнению С 2014 Годом Это Абсолютно Две Разные Вещи Их Некорректно Даже Сравнивать Когда Только Началось Его Развитие Единственным Сотрудником Был Анатолий Эдуардович Вницкий Многие Сомневались А сможет Ли Анатолий Эдуардович Собрать Вообще Состав И Действительно Нужных Инженеров Конструкторов Дизайнеров Да Это Произошло И Вначале Мы Были На Одном Месте То Это Была Относительно По сравнению Сегодняшняя Небольшая Площадь Сейчас Зао Струнные Технологии Занимает Четыре Этажа Плюс Производственная Площадка На базе Бывшего Емобиля И Те Спецы И Действительно Талантливейшие Люди Которые Развивали Емобиль На тот Момент Сейчас Присоединились К развитию Проекта Skyway Потому что Дорогие Друзья Действительно Высшие Профессионалы И Инженеры Обладающие Очень Серьезными Знаниями В этой области Только Лишь Могут Развивать Проекты И Способствовать Развитию Технологий Я могу Сказать Что Инженерное Конструкторское Бюро Бюро Было Скомпоновано Фактически Идеально И Как Говорят Многие Наши Конструктора Инженеры Что Плотность Ума Не мои слова Дорогие Друзья Плотность Ума В нашем Научно-производственном Конструкторском Предприятии Действительно Зашкаливает И Это Не может Не радовать Дорогие Друзья Потому что Потому что Действительно На 200 человек По сравнению Допустим С тысячами Работающих Симмонс Работающих Кавасаки В Хитачи Бомбардьер Боинг Я могу Перечислять Название Корпорации Но Дорогие Друзья Создание Действительно Революционной Прорывной Аэродинамики Которую Добились На сегодняшний День Генеральный Директор Генеральный Конструктор ЗАО Струнной Технологии Анатолий Эдуард Чуницкий Так Дорогие Друзья На минуточку Я прервусь Потому что У нас Может отключиться Ноутбук Прошу прощения Буквально На минуточку Чтобы не прервалась Трансляция Не дай бог Так Дорогие Друзья Продолжаем Ну вот Буквально Как бы В полевых Условиях И мы Сергей Анатольевич Привыкли Сегодня Очень хотели Включиться На дневной Вебинар Потому что Эмоции Действительно Переполняли Да Это они И сейчас Остались О том О чем Переполняли Эмоции Мы Обязательно Расскажем На расширенном Технико-экономическом Вебинаре Ну а собственно Я продолжу Вводный Технико-экономический Вебинар И плавно Он перетечет На расширенный Технико-экономический Вебинар Где мы даем Новости И да Могу сказать Алексей Сергеевич На вводных Вебинарах В принципе Разными словами Говорится Одно и то же Естественно Это Не одни и те же слова Это Не какие-то Шаблоны И так далее То есть мы Как нормальные люди Не хотели бы Повторять По копирке И все равно Это получается Так или иначе Разная информация По-разному Построенный Вебинар Но строится Это вокруг Основ Skyway Это естественно А какие основы Skyway Дорогие друзья Это Аэродинамика И по сравнению Допустим С Bugatti Veron Коэффициент Аэродинамического Сопротивления 0.43 По сравнению С Mercedes GLS И LC Купе Взять Коэффициент Аэродинамического Сопротивления Вообще 0.22 Сейчас заявляют Что у них Электрокары Будет 0.21 Даже 0.20 Но это Никак не бьется С коэффициентом Аэродинамического Сопротивления От 0.0.35 До 0.04 То есть Это Действительно Серьезные Достижения Которые были Достигнуты Анатолий Эдуардович Миницким В области Аэродинамики И об этом Мир дорогие друзья Еще услышит И когда наши Подвижные составы Поедут Когда они будут Продемонстрированы Действительно В действии Мир об этом Вспомнит Что оказывается У этих Подвижных составов Абсолютно Немыслимый Для современных Транспортных средств Как центр Динамического Сопротивления Начнется Шквал Статей И так далее Но Сейчас мы Видим Те новости Которые Появляются Фактически Каждую Каждый день Раньше Они появлялись Каждую Неделю Сейчас день Может появиться По две Новости И Абсолютно Производственного Конструкторского Предприятия Активно Сейчас Готовится Весь состав К демонстрации В движении И Мы С Сергеем Анатольевичем Присутствовали На производственной Площадке Действительно Там Все работают В экстремальных Условиях И Самое интересное Так же Как Действительно За три месяца Была подготовлена Машина Под названием Юнибайк И Юнибус Соответственно Был подготовлен За чуть больше Срок Эти сроки Будут Соблюдены И для Демонстрации В движении Уже Никаких Сомнений Нет Но Не Судно Так же Думать Что Сразу Будет Демонстрация Сразу Сто пятьдесят Километров Час Поедет Нет Дорогие Друзья Но Анатолий Эдуардович Сказал Что Даже Если Рельс Руна Не будет Наполнена Бетоном Например Что-то Будет Не Доделано И Это Будет Аналог И Можно Сравнить С какой-то Террористической Угрозой Когда Часть Струны Была Уничтожена Все Равно Наши Подвижные Составы Дорогие Друзья Поедут Если Из Четырех Мотор Колес Откажут Все Допустим Три Мотор Колеса И останется Одно Мотор Колеса То есть Можно Сравнить С двигателями Современных Самолетов Это действительно Очень-очень Редкий Случай Когда Отказывает Большинство Двигателей Но Если Вдруг Такое Произойдет Наш Подвижной Состав Будет Двигаться И Никакой Аварии Никаких Жертв Не Произойдет И Многое Другое Это Как раз Таки Все Можно Закрутить Вокруг Очень Важного Ноу-хау Нашей Путевой Структуры То Что Это Предварительно Напряженные Закрепленные На концах Анкерных Опор Конструкция Это Неразрезная Конструкция Это Статически Неопределимая Конструкция Можно Разные Технические Термины Говорить Но Стоит Понять Одно Что Это Абсолютно Ровная Гладкая Идеальная Действительно Ровная Гладкая Поверхность И Основное Что Вы будете Чувствовать Вы Не будете Чувствовать Никаких Толчков Деформации Эффекта Рельсы Шпалы Как Вот Недавно Мы В командировку Ездили Сергеем Анатольевичем Я давно Не ездил На поезде И могу сказать Что Вспомнил Это ощущение Как Говорит Анатолий Эдуардович Максимум Что вы Почувствуете Ну Примерно Как вы Стоете С дивана Или Сидите В диване И смотрите Вашу Любимую Телепередачу Либо Фильм То есть Это будет Абсолютно Комфортное Перемещение Но Друзья Хотелось бы Перейти Главному Перед Самым главным Это новости Это по этапам Строительства Сейчас мы Уже Не показываем То что Было Вначале Хотя Это Очень И очень Важно Это Действительно Начало Нашего Пути 26 Июня Был Заключен Договор Об Аренде Земли В Марьиной Горке И С этого Началось Строительство Сейчас Я могу Сказать Что Фактически Чуть Больше Года Вот В сентябре Это Можешь Сказать Был Год Как Идет Строительство И Опять же Это Скорость Опять же Это Темп Опять же Происходит Сейчас То есть Это Действительно Абсолютное Собор И Это Говорит О том Инженера Действительно Справляется Со своими Задачами И Действительно У нас Великий Полководец Технической Школы Которая Имеет Название Этого Замечательного Человека Школа Анатолия Эдуардовича Юницкого Инженерная Техническая Школа И В соответствии Со сроками Двигаемся К нашей На сегодняшний день Главной цели Это Демонстрация В движении Уже Кажется Неотдалимо Долгим Срок Демонстрации В неподвижном Состоянии На инотрансе Потом на выставке В республике Беларусь Демонстрация В движении Будет Выставка В Москве Но уже Без Подвижных Составов Образцов Подвижных Составов Так как Они уже Будут Двигаться И ездить На экотехнопарке И Фактически Каждый день После 29 ноября Какая-то Делегация Либо из Губернаторов Как российских Так и Зарубежных Представителей Властей Различных Венчурных фондов Будут Посещать И Экотехнопарк Научно-производственное Конструкторское Предприятие Чтобы Увидеть Действительно В рабочем Действии Ту технологию Которые Естественно Демонстрировать Движение Потому что Даже Вот то Строительство Те картинки Те видео И Те действия Те новости Которые Вы Видите Это Не имело Бо Никакого Смысла Если бы При демонстрации В движении Вдруг Произошли бы Какие-то Непредвиденные Ситуации Дорогие друзья Осталось Совершенно Немного Время Ожидать И Это Естественно Будет Транслироваться Будет Ноу-хау Когда Наши Подвижные Составы Поедут Впервые В мире И Я не успел Подготовить Если Сумеют Найти На расширенный Технико-экономический Вебинар Уже Приведу Сравнение Либо Скажу Несколько Слов С нашими Конкурентами Неконкурентами Не важно Но есть Компания Такая Как Hyperloop Я могу Сказать Что Вот 1 ноября Декларировали Еще один Подвижной Состав Waterloop Демонстрацию В движении Опять Поехала Какая-то Тележка И Студенты Что-то Продемонстрировали Естественно Из этого Раздули Пиар Мы Не Раздуваем Никакого Пиара О нас Очень мало Пишут В иностранных Изданиях То есть N-Gadget Которые Сразу Дублируют Такие популярные Издания Как Hightech И Другие Русские Издания И Собственно Абсолютно Об этом Не волнуемся По нас Написало Неизвестное Казалось бы Издание Технофилия Но Что для нас Важно Это Инструмент Для Наших Иностранных Коллег И самое Главное То что То что мы Декларировали Мы Действительно Делаем Я Обязательно Сброшу Вам Дорогие Друзья Ссылочку На Презентацию По Строительству И Обновлена Она По 20 Октября Стоит Понимать Что Сейчас Уже Привезены Фермы Городской Пассажирской И Выскоскоростной Трассы Фактически Уже Я не знаю Если честно Потому что Это Видео Не Доступно В сети И Я не был На Экотехнопарке Во время Своей Прошлой Поездки В Минскую Область Но Могу Сказать Что Легкая Путевая Структура Элементы Легкой Путевой Структуры Для Демонстрации Городского Пассажирского Транспорта И Для Демонстрации Наших Юнибайков Легкого Прогулочного Транспорта Все Сварено И Все Готово Уже К монтажу Возможно Монтируется Но Естественно Никто Не будет Показывать Те Элементы Ноу-хау Которые Стоят Наших Инвестиций Стоят Наших Вложений Потому Что Это Уже Объект Посягательства Интереса Наших Конкурентов Наших Оппонентов И Других Технологий Которые Продвигают Выскоростные Трассы Выскоростные Поезда И так далее И тому подобное То есть К сравнению С этими Технологиями Мы вернемся Уже На расширенном Технико-экономическом Вебинаре Когда будем Упоминать Обсуждение С высшими Властями Челябинской Области И Обязательно Обязательно В будущем Будем Рассматривать Сравнивать Потому что Так или иначе Будет Бизнес Аналитиками ЗАО Струнные Технологии И отделом Адресных Проектов Проведено Сравнение И что-то Мне подсказывает Дорогие друзья Не просто Подсказывает Я абсолютно Уверен То что Наши преимущества Будут Несколько Рима Ну и на Расширенном Технико-экономическом Вебинаре На прошлом Мы не раз Упоминали Те Замечательные Инженерные Решения Действительно Инженерный Практически Красивый Минимализм Это то что Предлагает В виде решения Анатолий Эдуардович Вы видите Эти две Опоры Это высотные Промежуточные Опоры Легкой путевой Структуры И даже На картинке Эко-технопарка Это визуализировалось Не так Но посмотрите Насколько Действительно Гениально Виртуозно Было Произношение Именно Уже Трассы С провисом Легкой Прогулочной Трассы И возможно Также Испытать И обязательно Будет испытан И городской Пассажирский Транспорт Потому что Путевая структура Абсолютно Универсальна Как подгородской Пассажирский Транспорт Так и под легкий Прогулочный Транспорт Ну а сейчас Дальше Человеку Который Собственно Уже Более 16 лет Я сегодня Нахожусь В гостях У Сергея Анатольевича Этот Замечательный Человек Развивает Более 16 лет Технологию Skyway Не останавливается Ни перед чем И Девиз Skyway Спасай планету Еще до его рождения В голове Сергея Анатольевича Уже Фактически Каждый день В течение 16 лет Сергей Анатольевич Вам слово Добрый день Друзья Извиняюсь За задержку Просто мы Сегодня С Алексеем Из Одного Рабочего места Каждый Со своего Компьютера Алексей Звук Надо убрать Алексей Как у тебя звук Убирается Да Друзья Тут действительно Вот сейчас Согрели Перед Вебинаром С таким Темпом И со всем Как сейчас Идет развитие И как Идут Событие То даже Не верится Самим Что еще Неделю назад Мы Дневной Вебинар Делали Из комнаты Отдых Юницкого Потом Снимали Очень важный Именно в подготовке К 29 числу Очень такой Серьезный ролик Который Мы тоже О нем Расскажем Покажем На расширенном Коснемся Когда мы Целую тему Которую Новую Сейчас Двинули Которая Просто Крайне Востребована Сегодня В решении И Друзья Я просто Я конечно Понимаю Новичков Которые Читают Там Что Вот Птевая Структура Еще Не видно То Не видно То Друзья То есть Те сроки Которые Сегодня Произносятся Вот Алексей Говорил Что Год Назад Начали Монтировать И Сегодня Уже Вот Вопрос Это Уже Друзья Просто Я говорю Настолько Живем В В этом Проекте Что Мы Просто Сейчас Сами Этого Не Замечаем Мы Не Замечаем Того Что Произносят Такие Цифры Что Анкерная Опора Которая Держит Основные Напряжения Легкой Трассы Одна Смонтирована За час Вторая Смонтирована За 20 Минут Чтобы Было Понятно Основной Элемент То Что Концепция Возникновения Именно Самой Путевой Структуры Которая Дает Пролеты 200 400 И 200 Метров То Это Фактически Вантовый Мост Которому Передвигается Подвижной Состав Который Может давать 300 Тысяч Пассажиров В сутки Это Друзья Тоже Уже Ни у кого Не вызывает Сегодня Не то Что Сомнений А даже Вопросов Ну и Цифры Которые Произносят Юницкий О том Что Перевалочный Станция Пересадки Это 50 Миллионов Пассажиров В год А она Размерами Всего 12 На 18 Метров Соответственно Это Тоже Для нас Уже Мы столько Раз Произносим Эти Цифры Для Большинства Они Ни о чем Не говорят Специалисты Они Просто В это Не верят Потому что Это С точки Зрения Сегодняшней Логистики Невозможно Но Это Друзья Действительно Сейчас Очень Важный Момент Когда Мы От Декларации Возможности Технологии Переходим К ее Демонстрации Теперь Каждый Месяц Каждые Полгода Каждый год Будут Возникать Новые Варианты Будут Возникать Новые Технические Решения Будут Возникать Новые Задачи И решения Для этого Эко Технопарк Сейчас И Запускается Для этого Он И Сейчас Друзья Вот Это Решение Казалось Бы Очень Простое Что Торчит Два Столба И Мне Один Звонит И Что Вы Вокруг Этих Столбов Друзья Прыгаете И Что Здесь Такого Сложного Да Нет Как Раз В том Прелесть Что Здесь Ничего Сложного А То Что Путевая Структура Которая Будет Обеспечивать 400 метров Одним Пролетом Для Специалистов Как раз Это Друзья Вызывает Шок И Мы Видели Реакцию Допустим Специалистов Уровня Вице Президента Сименса Когда Он Просто Ему Что Мы Будем В ноябре Демонстрировать Путевую Структуру С пролетами 200 400 И 200 Метров При этом Без удорожания То есть В одну сторону Будет проходить С пролетами 50 метров А обратно Возвращаться 200 400 200 Соответственно Это был Реально шок Потому что Сегодня Без вантовой Конструкции Для машины Которая весит Ну там Несколько тонн Этого сделать Невозможно А когда Виктор еще Сказал Что На следующий год Мы покажем 800 метров А К концу года Полтора километра Вообще Теоретически Возможно Одним пролетом Три километра Вот это Друзья Непонимание С точки зрения Специалистов Каким образом Это может быть И это как раз Как раз Демонстрация Тех возможностей Тех преимуществ Конкурентных Преимуществ Скайвей Которые сегодня Не может предложить Ни Ни одна Другая технология И Вот Фермы Которые Сегодня Для скоростной Системы То есть Пересадочный Узел И стоят Промежуточные Опоры Здесь тоже Друзья Несколько Было Изменения Именно В приоритетах Потому что Вначале Сиделась Ферма Которая Является И разгонным Участком Для скоростной И для городской А снизу Будут Находиться Именно наши Юнибусы И юнибайки И то что Юницкий В течение Практически Трех месяцев Спроектировал Еще одну Структуру И параллельно С этим Запустил Еще одну Путевую Структуру Которая Наиболее Демонстрирует Преимущество И это Друзья Называть Что это Медленно Или еще Что-то Но Я думаю Что это Просто Люди Всегда Будут Находиться В том Состоянии Что Сейчас Она Поедет Сначала 10-20 Км Ну Что Это Такого Когда Она Поедет 100 Когда Она Поедет 100 Говорит Ну Вот Когда Она Поедет 200 И этот Процесс Друзья Для Наших Наших Оппонентов Он Будет Всегда Это Абсолютно Спокойное Решение Это Абсолютно Спокойный Отход Поэтому Сейчас Мы Именно Семи Силами Готовимся То есть Мы С Алексеем Всю Прошлую Среду Были Пока Снимали Там Определенные Репортажи На заводе Вот До Самого Позднего Наверное Часов До 12 Мы Снимали Репортажи И Как раз Само Нахождение На заводе Где С одной Стороны Стоит Юнибус Именно Городская Общественная Система С другой Юнибайт Который Дает Целый Новый Концепт Развития Транспортного То есть Конечно Само По себе И с учетом Что Было Темно Это Некие Представления Мы Очень Здорово Даже С точки Зрения Практикующей Футурологии Начали Дальше Описывать Показывать Что И как Дальше Будет Проходить И как Это Дальше Будет Развиваться Конечно Ни с чем Непередаваемые Ощущения Потом После Этого Мы Еще Проводили Презентацию Алексей Челябинский Я В Испании На Пальме До Майорка Для крупных Инвесторов Тоже Очень Интересные Большие Результаты Вот Сегодня Мы Уже Здесь Собрались В Москве То есть И Сейчас Вот Это Ощущение Что Было Неделю Назад Просто Уже Не Можем Вспомнить Как Единственное Правило Которое Мы Ведем Кстати Тут Тоже Задают Вопрос Я Тоже Сразу Отвечаю На Вопрос Что Вот На Вебинар Будет ли С Алексеем Не Просто Попугаи Которые Рассказывают Одно И Тоже Вот Мы Оттачиваем Логику Мы Оттачиваем Доведение Материалов Мы Зовем Сюда И Те Кто Приходит Новичков И Те Кто Доносит Информацию Для Новичков Это Тоже Очень Важно Ориентироваться Поэтому Друзья Тут Я Андрей Смотрю Людмила Вы Сразу Правильно Написали Что Друзья Это Для Новичков И Здесь Нельзя Не Говорить Одно И Тоже Как Нравилось Это Не Нравилось Хотелось Не Хотелось Это Друзья Я Могу Сказать Можете Поверить На Слово Что Проводить Вот Эти Вебинары Для Новичков Это Очень И Очень Такая Кропотливая Повседневная Работа Которая Иногда Надоедает Когда Хочется Говорить Только О новых Новостях И Только Сенсации Только Вам Показывать Это Но Друзья Это Очень Серьезно Дисциплинирует Это Очень Серьезно Оттачивает Механизм Потому Что Уровень Доведения Информации Я могу Сказать Как У нас С Алексеем Изменился Даже За этот Год Мы Сами Это Видим Сами Осознаем Поэтому Мы И Новичкам Говорим Друзья Осваивайте Смотрите Информацию Как раз Тоже Работает С точки Зрения Профессионального Привлечения Рассказывают Тоже Рекомендуем Эти вебинары Смотреть Потому Что Они Всегда Дают Несмотря На то Что Одно И Тоже Они Всегда Дают Что-то Новое И Оттачивают Скажем Так Именно Профессионалин С точки Зрения Доведения Информации Тут Я Как С Алексеем Он Тут Уже Проводил 8 Вебинаров В день Я Говорю Что В принципе Тяжело Наверное Пока Проводить Первые Тысячу Вебинаров Как Только Проведешь Первую Тысячу Дальше Будет Все Легко И Все Будет Замечательно Поэтому Естественно Что Мы Хотели Отказываться От Этой Логики Но Пока Пока Сохраним Все Так Есть Потому Что Это Правильный Подход И Соответственно Второй Очень Важный Момент Что Где Мы Находились Мы Всегда Вебинары Проводить Будем Единственное Что Извиняемся За Определенные Сбои Вот Как Прошлая Среда Вечер Просто Когда Там Были На Заводе И Нельзя Было Там Не Было Возможности Выйти В интернет Мы Работали Непосредственно В цеху И Участвовали В процессе В том числе И Начало Испытаний Вот Соответственно Сегодня Тоже По Независимой От нас Причины Мы В принципе Попытались В 12 И в 13 Часов Выйти Но Интернет Где Мы Находились Просто Не Потянул В вебинарную Комнату Поэтому Друзья Извинились И Вечером Видите У нас Сегодня Все По Расписанию Все Идет Как Есть Значит Соответственно Все Развивается И Все Делается Поэтому Для Тех Кто Там Говорит Что Одно И То Во-первых Сами По себе Вебинары Заключаются В таком Построении Информации Что Основной Объем Он Все равно На 70 Процентов Одно И Тем Не Менее Мы Постоянно Вводим Новые События Тем Более Как Алексей Сейчас Показывал И Ретроспективы И те События Которые Сейчас Происходят Они Просто Не Позволяют Сегодня Проводить О том Что Говорить О том Что Это Все Одно И Тоже И Что Нет Никаких Изменений Просто Сами По себе События Которые Происходят Они Несут Настолько Огромный Объем Что Ее Просто Сейчас Уже Невозможно Не Замечать Тем Более Что Все Эти События Уже Пошли И На Сегодняшний Момент Процесс Развития Он Я могу Я могу Сказать Друзья Что Находясь Постоянно Практически Сейчас Три Недели Это В Презентациях Разъездах Конференциях И Еще Раз Те Кто Не Знал Или Сейчас Я По Тоже По Тем Событиям Друзья Которые Происходили Вот За Вот Эту Неделю Или Там За Десять Дней Когда Мы Провели Сначала Очень Большую Европейскую Конференцию В Юрмале Наверное Кто Следит Смотрели Перископ И Записи Которые Есть Потом Мы В Минске Провели Совет Директоров Отчитались И Показали Отработали Именно С Конструкторским Бюро Лично С Юницким Наметили Планы На Будущее Потом Вот Съемки Которые У нас Происходили Потом Презентация В Испании Это друзья Вот только За одну Неделю Которые Сейчас Идут Алексей Вот Он Прилетел Челябинска Сегодня На Подписание Очень важного Соглашения Вот Завтра Мы с ним Работаем Здесь Послезавтра Он Вылетает Уже Для Встречи С Немецкими Нашими Словацкими Ой Извините Я уже Начинаю Путать Со Словацкими Он Вылетает Братиславу Для Проведения Вот Нашей Европейской Уже Для Наших Лидеров Которые В основном Сейчас Делают Очень Большие Объемы Работу Вот А я Причем Поднимание То Что Через Неделю Мы Вместе С ним Летим Уже В Ганнолер Для Презентации Германии Это Друзья Сейчас Вопрос Это Не то Что Я вам Рассказываю Что Мне Делать Нечего Или Или Мы С ним Такие Скай Туристы Нет Друзья Это Очень Серьезные Объемы Это Очень Серьезная Работа С Инвестором Это То Что Сегодня Двигает Проект И Также В таком Темпе Работают Сегодня Основные Наши Лидеры Основные Работают Структуры Кто Сегодня И Привлекает Новых Инвесторов И Здесь Я могу Сказать Что Мы Перешли Уже Рубеж 100 Стран Участвующих В проекте На последний Момент Когда Женя Кудряшов Говорил Ленинскому Где-то 105 Стран Это Было На Прошлый Понедельник То есть 105 Стран Когда Это Участников Проекта В Скайвее Соответственно Как мы Говорили Уже Объем Зарегистрированных Инвесторов Не Инвесторов Еще А Тех Кто Зарегистрировал В проекте Он Давно Уже Перешагнул 500 Тысяч Мы Тут Не Подводили Но По Тому Анализу Который Сегодня Идет Это Уже Приближается Где-то 700 800 Тысяч И Это Более 100 Тысяч Активных Инвесторов Которые Непосредственно Участвуют В проектах И Сегодня Еще Одна Такая Очень Важная Тенденция Которую Мы Сегодня Видим И На себе Ощущаем Это Очень Большой Объем И Интерес К Проекту Который Сегодня Идет Другие Страны Подсоединяются Все Активнее Активнее Это Говорит О том Что Проект Становится Для них Более Понятным Проект Становится Более Обозримым И Все Больше Инвесторов Естественно Что Большинство Это И Русскоговорящие Либо Кто Давно Уехал Уже Либо Кто Изучал Когда-то Русский Но Тем Неменее Сейчас Уже Те Презентации Которые Делает Виктор Бабурин Там На английском Языке Алексей Там Английский Французский Еще У нас Очень Много Сегодня Лидеров Которые На нескольких Языках Ведут Проект Становится Абсолютно Понятным И Мы Как раз Сейчас Можем Констатировать Что Объем Инвестиций Который Сегодня Идет С Западного Рынка От западных Инвесторов Он Стремительно Увеличивается И Ни в коем Случа Здесь Нельзя Умолять Заслугу Тех Кто Наших Русских Инвесторов Те Кто Основной Объем Давал Сначала 100% Потом 90% И Самое Сложное Время Когда Надо было Создать Доказательную Базу Чтобы От декларации Перейти В демонстрации Это Конечно Заслуга Друзья Основных Кто Пришел И в 14 И в 15 И в Начале 16 Года И сейчас Продолжают Приходить Просто Сейчас Друзья Уже Конечно Другое Время Конечно Сейчас Другая Стадия Она Ни в коем Случае Не говорит О том Что Венчурность Проекта Закончилась Что Сняты Все риски И что Завтра Все будет Замечательно Нет Друзья Рисков Существует Очень Много От Технологических Рисков Хотя Юницкий Как инженер И Высокопрофессиональная Команда Они Снимают Эти все Вопросы И шаг за Шагом Показывают И реализуют Технические Аспекты Проекта Хотя Я могу Сказать Что Мы Наблюдаем Это Видим Технических Проблем Очень Много Потому Что Это Сложнейшая Система Она Не может Ити Все Новое Очень Много Вопросов Которые Надо Чисто Техническим Экспериментом Проверять И Выявлять Наиболее Оптимальные Решения Это Тоже Друзья Это Наука То Что Сейчас Делается И Сейчас Технология Которая Очень Быстро Из Концепции Переходит В чертеж От науки Переходит В использование Это Тоже Друзья Сроки Которые Сегодня Просто Потрясают И На Сегодняшний Момент Уже Четко Можно Сказать Что Технология Оформилась Что Технология Продемонстрирована Будет Именно В те Сроки О которых Она Заявлялась И Пускай Кто-то Пытается Обвинить В том Что Говорили В октябре А теперь В ноябре И Что В ноябре Это Прямо 29 Числа Что Мы Специально Сделали Чтобы В последний Срок Ноября Могу Сказать Друзья График С которой Сейчас Работает Производство С которым Сейчас Работает Конструкторское Бюро Подрядчики На Экотехнопарке Они Настолько Все Сжаты И Спрессованы Что С Во-первых Друзья Это не Реалити Шоу Для того Чтобы Показать Это Технологически Сложный Процесс И Там Есть Во-первых Очень Много Сложной Технической Работы Опасной Работы Ее Нельзя Показывать Потому Что Ее Надо Сначала Выполнить А потом Провести Испытание Там Есть Ряд Соответственно Ноу-хау Которых Тоже Можно В Законченном Виде Показать А нельзя Именно Узлы Элементы Это Тоже Друзья Все Работа Высокотехнологическая Работа И мы Не Можем Делать Ну И С Другой Стороны Еще И Сама Новизна Ведь Много Что Сейчас Делается Оно Делается В первый Раз И Это Не Значит Что Инженер Юницкий Не Знает Что Делать Просто Есть Определенные Вещи Которые Можно Только Опытным Путем Определить Оптимальность Оптимальность Того Какое Решение Принять Поэтому Приходится Сразу Из Очень Многих Вещей Проверять Экспериментально Определенные Вещи И Учить Конструкторов Учить Инженеров Потом Изготавливать Оснастку Это Тоже Друзья Все Идет Параллельно И Только После Этого Уже Приступать К Монтажу Ну И Потом Друзья Вы Не Забывайте Что Там Ведется Четыре Направления Одновременно Четыре Это И Монтаж Ферм Уже Высокоскоростной Который Является Разгонным Этапом Для Скоростной И Городской Трассы Это И Как Мы Уже Говорили Которые Могут Возить До 50 Миллионов Грузов В год Только По одной Легкой Трассе А это Друзья Половина Транссиба И Это Все Идет Сейчас И Изготовление И Проектирование И И И И И Все Одновременно Вот Все Это Идет На Этой Площадке Поэтому Сказать Что Сейчас Идет Изготовление Монтаж Высокоскоростного Поезда Причем Мы Сегодня Варианты Какие Заказывать Какие Делать Какие Смотреть Речь Идет О Скоростях Максимум 200 250 Км В Час А Декларируемая Скорость Которая Будет На Высокоскоростном Участие Это 500 Друзья Это Просто Вещи Которые Нельзя Сравнивать И Как Вы Можете Представить Что Это Одновременно И 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 Одновременно Дает Скорость Не Больше 300 Км В Час Это И 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 Монтируется Путевая Структура Будет 200 Миллионов Тон И И Так Далее И Так Далее Это Как Раз Друзья Новичков И Для Тех Кто Процесс Чтоб Вы Представляете Когда Готовится Испытание Скоростной Железной Дороги И Кругом Зеленая Трава Кругом Тысячи Деревьев Кругом Нету Ни Котлован Ни Рытвин Потому Что Представьте Что Такое Сегодня Строительство Скоростной Железной Дороги С Насыпами С Подушкой Из Щебеночно Песочной Шпалами И Так Далее И Представляете Во Что Превратилось В Эко Железную Или Автомобильную Дорогу А здесь Даже Сам Факт Строительства Показывает О том Что Это Делается В Экологических Условиях Что Мы Не Портим Перероду А Наоборот Восстанавливаем Мы Взяли Танковый Полигон И То Что Сегодня Этот Танковый Полигон Чуть Уменьшит Громкость Трещит Так Андрей Сейчас 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 Так Меня Так Кто Верит Кто Не Верит Того Никакие Доказательства Не Убедят Но Здесь Как Раз Друзья Знаете Сейчас Единственный Аргумент Который Мы Сейчас Применяем И Который Вам Надо Сказать Что Друзья Подождите Не Верите То Ни В Случай Потому Что Мы Покажем Потому Что Все Свои Предыдущие Истории Мы Показывали Что Все Что Терпеж И Вы Считаете Что Через За Четыре Недели Вы Так Ничего И Не Увидите Сам Подождите Четыре Недели Все Соответственно Пройдет Дело И Соответственно Как Идут Испытания На Заводе Мы Не Спим Уже Все Друзья Все Идет По Плану Поверьте Что Испытываются Узлы Монтируются Узлы Все Все Идет В графике Все Идет По Плана Вот Поэтому Это Сложнейшая Работа Потому Что Именно Такой Схемы Мотор Колесо И Несущая Конструкция Еще Никогда Никем Не Применялась Вот Это Абсолютно Уникально И Как Раз Вот Этот Сам Принцип Который Заложил Инженер Юницкий Он И Является Основополагающим Все Системы Именно Подвесного Транспорта Навесной То есть Который Будет Стоять Он Несколько Ну Я бы даже не сказал Проще Это Совсем Другая Отработанная Схема А вот То Что Подвесное То Что Висит Подвесом Это Конечно Абсолютно Уникальная Вещь И Это Идет Все Вот Тут Друзья Не Переживайте Конечно Вот При этом Я сам Так Говорю Что Все Нормально Все Не Переживайте Это Не Значит Что Нет Проблем Друзья Но Вы Понимаете Что В инженерной Работе Тем более Инновационной Инженерной Работе Там Не Может Без Проблем Начиная От Человеческого Фактора Когда Ошибаются Конструктора Когда Ошибаются Подрядчики Когда Изготавливают Не то И Не по Чертежам Или С Изменениям Всем же Кажется Что Они Умея И Когда Юницкий Говорит Надо Делать Так Они Говорят А Мы Начинаем Вносить Какие Изменения В Конструкцию И Это Тоже Друзья К Сожалению Бывает И Делает Но Это Все Это Все Жизнь И Это Все И Заключается Как Раз Инновационная Работа Инновационная Деятельность И Как Раз Это То Что Определит Успех В конце Концов Инновационной Технологии Skyway Потому Что То Что Сейчас Увидят Никто Никогда Даже Не Мог Себе Представить Не То Чтобы Конструировать Друзья Это Будет Абсолютно Новая Инновация Новое Направление Которое Никто В этом Направлении Даже Не Думал Другое Дело Что Друзья Сейчас Очень Быстро Будет Наступать То Время Когда Все Будут Понимать Но Это Понятно Это И Так Все Ясно Побежали Делаем Поэтому Вот Поэтому Друзья Мы Очень Видите То Это Все Такая Переходная Часть Так Как Сейчас Все Таки И Не Только Новички Это Переход К Второй Части Вебинара Который Именно Связан С Развитием С Анализом Определенных вещей Именно По Развитию Проектов Мы Тоже Всегда Тем Более Что Эта Работа Делается Друзья Не Понаслышке Потому Что Мы Уже Целыми Днями Находимся В Командировках В В Встречах С Инвесторами И Это То Что Сейчас Уже Начинает Переходить На Новый И На Новый Этап Ведения Проекта Поэтому Друзья Как Обычно Мы Заканчиваем Вводную Часть Словами Что Для Тех Кто Получил Исчерпывающую Информацию И Вас Проект Больше Не Интересует Мы Друзья С В Прощаемся В Любом Случ Вы Будете Либо Участниками Проекта Скай Для Того Чтобы Для Того Чтобы Участвовать Дальше В этом Проекте Ну А Для Всех Остальных Друзья Это Тоже Уже Такая Очень Выверенная И Очень Важная Фраза Что Друзья За Последние 15-20 Лет Мир Изменился До Неузнаваемости Он Изменился Радикально Изменился Благодаря Пятому Технологическому Укладу Изменился Благодаря Технологии IT Интернета Вот Так вот Надо Сейчас Привыкнуть К мысли Что За Ближайшие 10-15 Лет Мир Изменится Еще Более Радикально Еще Более Радикально Трудно Сейчас Представить Как Это Будет Выглядеть Друзья Так же Трудно Было Представить В начале 90-х Что Такое Скайп Смартфон Вайбер GPS Ну Еще Могу Назвать Куча Куча Терминов Которые В начале 90-х Мы Даже Не Предполагали О их существовании Тем более Что они Могут Делать Сегодня Это Наша Повседневная Жизнь Мы Живем В этой Повседневной Жизни К электронным Кошелькам Мы Привыкаем К карточкам Мы Сейчас Очень Быстро Будем Привыкать К тому Что Будут Выходить Наличные Деньги Отходить Только Электронные Деньги Мы Будем Привыкать Еще К системе Вхождения Блокчейна Вообще Реальность Которую Мы Подошли Поэтому Друзья На этом У нас Небольшой Перерыв Как всегда Между первой И второй Частью За это Время Обычно Мы Показываем Наиболее Такие Интересные Ролики С которых Начинаем Следующую Часть Ну а Дальше Друзья Традиционно Наш Технико-экономический Вебинар Который Уже Идет Для Тех Кто В проекте Но Для новичков Их было Сегодня Не так Много Вот Это Кстати Тоже Друзья Не совсем Правильно Вот Что мы Рекомендуем Все-таки И приглашать И делать Потому что Эта работа Все-таки Делается Для вас Эта работа Которую Мы с Алексеем Делаем Она рассчитана На то Чтобы помочь Доводить Информацию Ну а Мы с вами Будем продолжать Дальше Работать У нас С вами Еще Сегодня Традиционный День Среда Для Техника Экономического Вебинара По технологии Скайвей Так Фары Будут Все Друзья Небольшой Перерыв